В то время как белорусские дети спокойно ходят в бесплатные соцучреждения, получают достойное образование, которое в мире особо ценится, западные деструктивные центры ищут люфты, чтобы напасть. Их цель – обескуражить, заставить стенать, поставить на колени отечественную экономику. Жаль только одно – цель в современных реалиях недостижимая. 14 октября 2024 года была совершена кибератака, в результате которой была заблокирована часть информации. Наша организация занимается в том числе обслуживанием учреждений образования, поэтому эта атака фактически была направлена на наших детей. Приняты своевременно все необходимые меры, вся информация восстановлена, центр работает в штатном режиме, все необходимые финансовые расчеты и начисления осуществляются в срок. Чаще всего при атаке мошенников интересует фамилия, имя, номер телефона, адрес, место жительства, электронной почты, пароли. В случае с госструктурой задачи аферистов – нарушить работу и сорвать с учреждений побольше денег. Сразу после нападения западные программисты вышли на связь и запросили выкуп за данные 2000 зеленых. Следственной оперативной группой проведен осмотр компьютерной техники организации. Для изучения изъята электронная переписка, нормативные документы по информационной безопасности в центре. Бобруйским международным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливается личность виртуального вымогателя. Назначено проведение компьютерно-технической экспертизы. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела. Как известно, с террористами переговоров не ведут. И тут играть по их правилам никто не стал. Тут же было написано заявление в милицию. В дело вступили наши правоохранители. За считанные часы работа системы была налажена. Фокус западных деструктивных центров не удался. Слишком наивно было полагать, что белорусы поведутся на детские шалости. Не зря на республиканском уровне вынесено и законодательство, уже отдельно контролирующее эту отрасль. Буквально с 2021 года у нас закон о персональных данных вступил в силу. То есть государство наше реагирует на эту проблему, реагируют органы. Мне нравится, что учреждения образования работают непосредственно с родителями, через классных руководителей, через мессенджеры. Смешно и неудобно. За два года работы Национального центра защиты персональных данных из интернета удалено более 22 миллионов записей с незаконно распространенными персональными данными. И пусть кому-то не нравится красивая, чистая, процветающая Беларусь в самом центре Европы. Мы были, есть и будем. На зло врагам, на радость людям. Кристина Риянс, Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Бобруска, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова